Год назад в нашем городе вновь начало свою полноценную работу ирбитское телевидение. И горожане снова смогли смотреть программы и передачи с логотипом НТС Ирбит, по которому многие не секрет успели соскучиться. Что сделано и что еще предстоит сделать? И на эти вопросы сегодня в нашей студии отвечает директор редакции телерадиовещания «Ирбитский вестник» Дмитрий Титюцкий. Дмитрий Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Григорьевич Титюцкий, исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Ирбит», редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник». Первый его опыт работы на телевидении относится к 2006 году, когда Дмитрий, еще будучи школьником, принимал участие в создании и выпуске программы «Мир компьютеров». Знают специфику работы телевидения от и до. В разное время работал оператором, инженером видеомонтажа, руководителем студии, заместителем директора по информационной политике. Летом 2017 года решением главы города назначен исполняющим обязанности директора учреждения. Дмитрий Григорьевич, как известно, год назад, примерно весной 2017 года, телевидение практически заработало снова. По Вашему мнению, что стало первопричиной принятия решения о восстановлении телевидения? Надо сказать, что возрождение телевидения – это результат волевого решения администрации города. Было очевидно, что за те 4 года, пока телевидения не было, горожане нуждались в достоверной информации, в правильной информации. А те средства массовой информации, муниципальные, либо другие источники информации, они не справлялись и не доносили тот объем, который необходим был жителям города. Как происходил процесс формирования той команды, которая в прошлом году стала, скажем так, основой нового телевидения? Здесь нужно отметить тот факт, что та школа телевидения, которая была раньше, она воспитала довольно достойные кадры. И в 2017 году, когда пришел здесь управляющий менеджер, именно этот менеджер запустил процесс восстановления телевидения. Благодаря правильным и грамотным управленческим решениям Натальи Коробейниковой, 50% действующей команды на сегодняшний день телевидения – это именно те кадры, которые воспитывались в те годы. Насколько сложно было найти новых специалистов? Ведь 50% – это еще далеко не вся команда. Здесь, скорее всего, работает метод проб и ошибок, потому что люди приходили, уходили и оставались только самые лучшие. Именно сейчас они дополняют именно те 50%, которые проработали раньше. Не могу пройти мимо такого вопроса. К сожалению, ирбитчане в большинстве своем путают такие понятия, как НТС-Ирбит, Ирбитский вестник, СКИД, название каких-то других кабельных операторов, кабельных интернет-операторов. Где все-таки вот эта вот граница, что у нас является телевидением, что у нас является как таковым средством массовой информации, что является каналом его распространения? Здесь нужно начать с того, что вообще ирбитский вестник – это юридическое лицо, которое учредило средства массовой информации, такое как НТС-Ирбит. И вообще НТС-Ирбит – это отдельный телеканал, на котором любой житель нашего города может 24 часа в сутки получить необходимую ему информацию. Телеканал этот может увидеть любой зритель нашего города? Телезритель? Телеканал НТС-Ирбит может увидеть любой житель нашего города, подключившись к одному из четырех, ну пока четырех операторов кабельного телевидения на территории нашего города. Это такие операторы, как Гарант ТВ, Ирбитский вестник, Конвекс и КТелеком. Тем не менее, логотип НТС-Ирбит видят ведь и те, кто смотрит, у кого подключен кабельный оператор СКИД. Здесь какие обстоятельства отношения? Здесь редакция телевидения отдает свои смежные права на вещание данного контента своим партнерам. В частности, как вы упомянули, это СКИД ТНТ. Но те, кто хотят полноценно получать весь объем информации, они могут подключиться к нашему телеканалу, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Здесь я правильно понимаю, что в кабельной сети СКИД ирбичане получают, ну, скажем так, дайджест, да, только определенный, скажем так, определенный набор новостей, может быть, самых важных, может быть, самых интересных. В то время как пользователи кабельных сетей Ирбитского вестника, Гарантова и интернет-телевидения Конвекс и КТелеком получают 24 часа в сутки с удобным выходом новостей и возможностью постоянно в любой момент узнавать, что же происходит в городе. Да, вы абсолютно правы, ведь даже на данный момент тот объем информации, который мы производим, мы не можем уместить в дайджест новостей, который мы выпускаем полчаса, два раза в неделю. Поэтому именно, возможно, и данный факт стал отправной точкой к созданию собственного телеканала. И все-таки, что же такое Ирбитское телевидение сегодня? Как обеспечивается доступ к Ирбитчану к информации? Как идут творческие процессы? Может быть, материально он обеспечивается? Как бы странно это ни звучало, но на сегодняшний день телевидение – это практически голые стены. Потому что мы находимся на стадии развития, развития собственного, развития творческого. На сегодняшний день идет работа по переоформлению данной студии, в которой мы сейчас с вами находимся. То есть это будет три взаимозаменяемые студии, три площадки, на которых будут сниматься новые проекты. Планируется ли привлечение еще дополнительных кадров? Есть ли возможность Ирбитчан принять участие в создании этого самого контента, о котором мы сегодня говорим? Шанс есть у каждого. Я всегда придержусь такого мнения. Мы открыты к диалогу, мы ни от кого не закрываемся. То есть любой желающий может прийти и сказать, я хочу сниматься, я хочу попробовать себя. И мы не сможем ему отказать, потому что, возможно, это будущий наш ценный сотрудник. Но ведь телевидение – это не только люди, это еще и техническое обеспечение процесса. Потому что телевидение, как ни крути, это высокотехнологичные средства массовой информации. Что у нас сегодня с техникой на телевидении? Что касаемо технического обеспечения, на данный момент мы, как я упомянул ранее, находимся в стадии формирования. Поэтому мы пытаемся учесть пожелания каждого сотрудника о том, с какой техникой ему было бы проще работать, удобной работать. Ну и закупаем ее. Дмитрий Григорьевич, большое спасибо, что сегодня ответили наши вопросы. Надеюсь, Ирбичанам стало хоть чуть-чуть понятнее, что же такое Ирбитское телевидение. Дорогие друзья, я хочу отметить, что сегодня это последний выпуск программы «К вопросу о», который выходит из этой студии. В следующий раз мы встретимся с вами уже в новом интерьере. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин